У нас до 30 апреля карантин, самоизоляция, мы не можем видеть на работу. Нам надо оплачивать каждый месяц 5 350 рублей. Если мы не оплачиваем, потенции горят, недействительно будет. Мигранты из Узбекистана в критическом положении. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, о чем Узбекистан просит России. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Мы приехали из Нижневартовска, но кто-то из Чита, кто-то из другой страны. Мы приехали 22 числа. Мы уже сколько раз созванивались на консул. Говорят, ждите, ждите, будете. В результате приостановки деятельности всех организаций в Российской Федерации до 30 апреля трудовые мигранты из Узбекистана, находящиеся на российской территории, остались без работы и заработков. Отметили во внешнеполитическом ведомстве. Министерство иностранных дел Узбекистана направило в правительство России официальную ноту с просьбой продлить оплату трудовых патентов для мигрантов-соотечественников, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Алазбек Хаджиметов. Как вы относитесь к такой инициативе государства? Свои ответы пишите нам в комментариях под этим видео. Нечего платить на патент, нечего платить на квартиры и за продукты. Мы в Москве с мужем, он работает в парикмахерском, тоже второй неделю уже не работает, дома сидит. Тоже, естественно, без зарплаты. Мы из Узбекистана, и у нас двое детей в возрасте 14 до 10 лет. Раннеузбекская диаспора в России в связи с распространением коронавируса направила письмо в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ, предложив продлить действия оплачиваемых трудовых патентов, так как достаточно большое количество трудовых мигрантов сейчас находятся на самоизоляции, сидят без работы. А глава Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов обратился к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой вовсе отменить оплату трудового патента на время карантинных мер. МИД Узбекистана направил официальную ноту российской стороне с просьбой продлить оплату трудовых патентов до конца нерабочего периода в Российской Федерации, сказал Хаджиметов. По его словам, в результате приостановки деятельности всех организаций в Российской Федерации до 30 апреля трудовые мигранты из Узбекистана, находящиеся на российской территории, остались без работы и заработков. То, с чем обращаются, это как же нам дальше жить. Мы не можем платить за патент, потому что у нас нет работы. Либо работа у нас есть, но нам не платят зарплату. И у нас стоит прямой выбор между куском хлеба, крышей над головой и оплатой за патент. В настоящее время этот вопрос рассматривается компетентными органами Российской Федерации, добавил пресс-секретарь Нитрус. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34 миллионов человек, находится 2,5 миллиона, около 20% экономически активного населения, в том числе около 2 миллионов Российской Федерации. Власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников за рубежом были организованы специальные чартерные авиарейсы и поезда для вывоза на родину. В частности, из Российской Федерации были доставлены около 2000 узбекистанцев. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов республики, и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется только по специальным разрешениям из-за распространения коронавируса. К сожалению, всех мигрантов вывезти практически невозможно в такой ситуации. Поэтому управление Узбекистана надеется на Содружество России и их помощь. В настоящий момент в аэропорту открыты входы лишь в терминал внутренних вылетов. А вот в международном терминале в зале ожидания сотни людей до сих пор ждут заветного объявления и надписи на табло. На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Подробности будут под видео или же в шапке профиля. До скорой встречи!